Ну-ка, дай свое счастье! Здравствуйте, мои дорогие и любимые! С вами снова Карина Захарова, Таролог. Сегодня мы погадаем на великолепную тему, что неожиданно скоро произойдет в вашей жизни. Такая классная прям тема. Какие неожиданности, да, вот скоро-скоро у вас будут в судьбе. И новая колода, да, Таро, зачарованные души. Ой, ну обалденная колода. Это автор Ясмин Вествуд. Ой, вообще, знаете, она такая красивая-красивая-красивая-красивая. Давайте открывать. Очень мне нравится она. Ну, конечно, она прям, и тут вот книжечка такая шикарная, знаете, все сделано так шикарно. Ну и сама колода, конечно, видите, с золотым краем прям. Очень, очень мне нравится. Итак, что неожиданно скоро произойдет. Карты безумно красивые, безумно, видите. Такая рубаха у них вообще голубая. Ой. И рисовка просто выше всяких похвал. Поэтому я довольна как мопс, как мопс, которого угостили бананом, да. Итак. Первая карта покажет, в каком аркане вы сегодня и сейчас находитесь, да. Итак. Ваш аркан. И обозначаем, значит, первая позиция аметист. Шикарный ший. Вторая позиция тигровый глаз. Третья позиция горный хрусталь. Первая, вторая, третья. Те, кто еще не выбрал, ставьте на паузу, выбирайте. А потом переходите на свой тайм-код. А мы начинаем с первой позиции. Остальные я убираю в сторону. Итак. Такой вот камушек, аметистик. И первая карта. Вы в каком аркане живете? Пятерка пентаклей. Ну, что могу сказать, да. Что идет трудно, трудность в финансах, может быть, в вашей жизни какая-то финансовая проблема. Или убыток, или еще что-то. Вы из-за этого переживаете, да. Но также может быть, что вы себя ощущаете на отшибе общества или там вашего окружения. Может быть, с кем-то не задались отношения. Ну, вообще, сама по себе эта карта показывает момент, когда человек как будто бы отделен от общества, отделен от других. И сам себя изолирует, сам себя прячет по причине того, что он считает, ему никто помогать не будет или не хочет. Вот так. И может быть, вы сейчас грустны. Может быть, вы сейчас немножко опечалены. Но на самом деле вы же должны понимать, что это только ваши чувства. То есть, на самом деле, мир не такой злой, как это может показаться. Многие пишут, что мир очень злой. Многие пишут, что где-то идут ураганы, где-то войны, где-то, не знаю, жестокость какую-то проявляют. Но на самом деле у мира есть две стороны. И, естественно, есть много хорошего. И нужно помнить об этом. То, что по твоему запросу всё идёт. Да, мы попадаем в какие-то стихийные условия, нарушения, дисбаланс. Но это всё нас стимулирует к росту и развитию. И, соответственно, поэтому пятёрка Пентакли вам и выпала. Что она показывает. Да, ты сегодня грустен, печален. Что-то у тебя не так складывается, как тебе бы хотелось. Но на самом деле это лишь период. Это лишь стимуляция твоего роста. И, может быть, сейчас вы думаете, что вы что-то теряете, кого-то теряете. Или теряете имущество, дом, деньги. Может быть, людей. И, может быть, вы просто всю жизнь живёте в потерях. Но на самом деле всегда есть выход. Просто нужно помнить о том, что есть этот выход. Хорошо. Давайте посмотрим, а что неожиданно скоро произойдёт в вашей жизни. Что будет. Итак. Рыцарь Пентакли. Замечательный товарищ. Возможно, неожиданно в скором времени вы встретите мужчину. И этот мужчина проявит к вам терпение, ответственность. И, возможно, чем-то поможет он вам, как человек к человеку. Это не говорит о том, что вы мужчина, женщина, у вас отношения с ним или что-то. Не обязательно. Просто человек надёжный. Просто человек такой спокойный, ответственный, работящий. И он может в чём-то помочь, оказать вот эту поддержку. Тут Жезлов говорит о новых возможностях в вашей жизни, которые возникают совершенно неожиданно. Этот человек даёт вам энергию. Понимаете? Реально. Просто даёт вам энергию. Просто даёт вам какие-то новые идеи. Искру. Понимаете? Искру. Вам этой искры не хватает здесь. И этот человек, проявляя к вам какие-то добрые чувства, даже не обязательно любовные, а просто добрые человеческие чувства, он в вас рождает эту энергию, вспышку. Рождает в вас желание что-то делать в жизни, предпринять. Понимаете? И, соответственно, вы будете начинать работать над собой. Восьмёрка Пентаклей. Вы будете начинать над собой работать. Вы будете что-то делать для себя. Ну и да, вы повышать будете как уровень своего мастерства. Или обратитесь к своему мастерству. У меня же есть мастерство, я могу это делать. Я могу, я активируюсь. То есть человек вас буквально активирует на работу, на труды и на то, чтобы что-то созидать. Понимаете? Девятка Кубков показывает, что начнут исполняться ваши желания. Вы начнёте получать от жизни в скором времени максимальное удовольствие, радость, счастье. И, наконец-то, вот как будто бы всё, что вы на самом деле даже боялись себе пожелать, начнёт превращаться в действительность. Иногда человек слишком скромен бывает сам к себе. Ну, то есть не желает для себя чего-то. Он боится пожелать, потому что боится разочарований. Может быть, вы именно такой человек, который боится для себя даже разрешить себе даже в голове что-то иметь. Потому что здесь карты чётко это показали, да, что пока вам кто-то это не объяснит, как не простимулирует вас к тому, чтобы это понять, что вы можете быть счастливы, вы как будто не разрешаете себе этого. И вот начну сбываться желание, но после того, как вас активирует этот человек. И мы видим здесь, что вот на четвёрке мечей, именно на этой карте, большое существо, да, такой дух, да, он дует на девушку, которая будто бы вообще умерла. Её часы остановились, но он дует и возрождает её к жизни. Вот у вас также, вы какой-то, возможно, были пассивный человек уже в последнее время, и вам ничего не хотелось как будто бы, а неожиданно вот это всё активируется, работа пошла, да, над собой, там, да, желания исполняются. И вот как будто ваше лежачее положение просто берёт дух и активирует. Вас возрождают к жизни, да, то есть вы возвращаетесь как будто. Дальше мы видим карту «Влюблённые». А «Влюблённые» — это хорошая такая карта. Она показывает партнёрские отношения любого рода, ну, в том числе, любовные. И, конечно, я не говорю, что вы прямо с этим же рыцарем должны любовные отношения строить, особенно если вы мужчина, это нереально, да, ну как, реально в определённых ситуациях. Но это как, ну, просто вы найдёте пару после этого, да, не обязательно с ним, а вообще в этот момент, когда ваша жизнь пойдёт, пойдёт, вы реабилитируетесь, вы возрождаетесь, да, исполняется ваше желание, вы найдёте свою пару. Или вы найдёте единство с тем человеком, с которым у вас любовь, да, должна быть. И идёт момент, вот по Иерафанту, да, обучение, момент исцеления, мудрости, обретения мудрости, мудрого советчика, может, даже рядом, да, учителя какого-то, гуру. И опять же, рядом с влюблёнными Иерафант показывает создание брака, серьёзных отношений, семьи. И мы видим здесь вот, что вы по башне избавляетесь от всего того, что у вас было плохого в жизни раньше. Ну, то есть вы очищаетесь полностью. То есть мы здесь видим очищение от негативной энергии, да. А наконец-то вы избавитесь от того негатива, который, ну, долгое время, всё это время тянул вас вниз. Вот видите, у нас тут двойка Пентаклей. Вы начнёте жить играючи, совершенно играючи, совершенно по-другому, иначе. Вы начнёте относиться к жизни проще. Вот это вот очень хорошо. И двойка мечей показывает, вы наконец-то сделаете свой правильный выбор и пойдёте по тому истинному пути, по которому вы должны идти. Понимаете, вот вы человек, скорее всего, которого просто нужно простимулировать, чтобы у него была мотивация. Вам этой мотивации не хватает. Вам кажется, что вы живёте на задворках этого мира, и никто не обращает давно на вас внимания, вы никому не нужны, даже при наличии близких, при наличии работы, при наличии всего. У вас не хватает пинка под вдохновение, стимуляции вот этой, и не хватает мотивации для того, чтобы что-то делать и двигаться в жизни, просто потому что вы не чувствуете себя нужными, а это негатив. Это и есть негатив. Башня разрушит ваш весь негатив, и вы начнёте жить вообще по-другому. Вы даже воспринимать начнёте свою жизнь и отношение к жизни по-другому. Ну вот такая вот у нас интересная получилась первая позиция. Итак, мы с вами идём дальше. Что неожиданно, скоро произойдёт в вашей жизни. Вторая позиция – наша черепаха из тигрового глаза. Итак, первая карта – это вы сегодня. Вы у нас девятка Пентаклей. Ну вот тут у нас лакшери жизнь, да, изобилие, богатство, процветание, удача, здоровье, не знаю, комфорт. То есть вы человек, который живёт на всю катушку, радуясь, берёте от жизни максимально, да. И вы стараетесь поддерживать в себе мышление богатого человека, даже я бы сказала. И человека, у которого должно всё быть, всё. И вы маг для себя. Вы исполняете для себя все свои желания, вы стараетесь это делать. И вы знаете вкус жизни, вот вкус, вот что чувствуете, как жизнь должна идти у человека. То есть у вас очень много вот такой вот мудрости, да. Вы ощущаете единство с этим миром, вы ощущаете поток, вы ощущаете энергию, которая пошла, энергия изобилия. Но вы знаете, чего вы хотите, и вы никогда не сдадитесь просто так. Даже если что-то пойдёт не так, вы будете смотреть на это более философски, чем другие люди. И вы не сдадитесь, вы будете всё равно делать то, что вам нравится в жизни. И будете стараться быть счастливым человеком, несмотря на любые невзгоды. Вообще не бывает идеально счастливых людей, и у вас есть проблемы, и у всех остальных. Но многие этого не понимают. То есть когда у них появляются проблемы, они в них погружаются с головой. А вы не сдаётесь, вы на фоне проблем придумываете ещё что-то, ещё интересное. То есть вот этим я восхищаюсь на самом деле. И вот такими людьми я восхищаюсь в том плане, что я считаю их в чём-то похожими на себя. Давайте посмотрим, что неожиданного скоро произойдёт в вашей жизни. Вот что будет. Мы здесь видим пажа Жезлов. Пажа Жезлов — классная идея, например. То есть может появиться реально креативная, крутая идея, которую вы можете раскрутить больше и больше. И ещё куда-то вверх подняться, уровень дохода поднять и всё такое. Ну а также это может быть знакомство. Ну такое очень интересное знакомство с необычным человеком, с ярким человеком. Может быть, этот человек даже будет моложе вас. Это совершенно не важно. Важно то, что по духу близкий человек. Вообще паж Жезлов — это и интересное увлечение, и новые хобби, и креативные идеи. Активизация полнейшая. То есть появляется вот такой прям интерес. А ещё это иногда проявление творчества, искусства. То есть вытянетесь к искусству, к высокому, да, и к всему прекрасному. Десятка Жезлов показывает, что если это новый проект, если это новая идея, креативная идея, но, конечно, для вас будет тяжеловато её осуществлять в связи с тем, что у вас и так много разных других проектов и дел, которые вы сейчас поддержите, скорее всего. Но при этом вы не сдаётесь. То есть даже если вам будет тяжело, я не думаю, что вы сдаётесь, вы решите дойти до конца. Если это знакомство, новое знакомство или какой-то человек, вам сначала будет тяжеловато с этим человеком общаться, скорее всего. Но потом по восьмёрке Жезлов всё пойдёт просто вскачь. Вот понимаете, вот и энергия пошла, да, и начнётся такое развитие событий и вообще жизни. То есть не зря взялись, да, как говорится, не зря познакомились, общаться начали. Пусть и тяжеловато сначала идёт, но было во что вкладываться, потому что… Ну, вкладывать силы и энергию, потому что всё потом очень будет мощно развиваться и очень удачно. И то же самое не зря взялись за проект, да, или за там, за какое-то творчество, за обучение. Потому что, да, сначала тяжело в учении, но легко в бою, как говорят. Потом пойдёт, пойдёт и очень даже мощно пойдёт, понимаете. Так, ну мы здесь видим мага. Возможно, в вашей жизни параллельно появится ещё человек, у которого очень сильное, мощное тело Творца. Он всё, что хочет в жизни, всё исполняется, понимаете. То есть это и уровень такой, понимаете, уровень. Естественно, у этого человека очень серьёзная энергетика. Он будет проявлять к вам какую-то инициативу. И по шестёрке Жезлов пойдёт пламя такое, да, пламя интереса, пламя страсти, пламя активации вообще в принципе вашей жизненной ситуации. Вы по жизни будете победителем. Маг вас в этом поддержит, конечно же. Дальше мы видим пятёрку мечей. Знайте, что любой маг, он думает только о себе. И когда с этим магом вы будете общаться, будьте всегда на стороже, потому что вы с ним можете в один момент в какой-то поругаться, да, из-за чего-то там, что вы не поделили, потому что вы оба любите себя ещё в первую очередь. И, видите, двойка кубков говорит о том, что вам придётся с ним сначала притереться, выяснить какой-то конфликт, а уже потом примириться. И возможное отношение, либо очень серьёзное многолетнее сотрудничество, союз, контракт, я не знаю. Семёрка Жезлов показывает, что в вашей жизни будет момент конкуренции. То есть, вот смотрите, у вас сначала идёт то ли знакомство, то ли идея, да. Это всё даёт вам продвижение в жизни, но сначала идёт тяжело, а потом очень мощно вперёд, и, конечно, появляются и конкуренты в итоге, и завистники, а как вы хотели. Плюс рядом активные люди, да, которые многим на зависть, что у вас такие там соратники, друзья, или там любимый человек. И, естественно, появляются и соперники, и соперницы, и конкуренты, и завистники. А как? Ну, не бывает по-другому. Если вы начинаете ещё большего успеха в жизни добиваться, да. Десятка Пентаклей показывает, что могут решаться потом имущественные вопросы, и вопросы с недвижимостью появляться. Очень большие деньги, да. Королева Пентаклей говорит, у вас денежный потенциал потрясающий, конечно, потрясающий. То есть у вас неожиданно идёт активация, нежная идея какая-то, да, может, для бизнеса там, да, и плюс знакомства вот эти все. И да, сначала трудно вы в этих знакомствах уживаетесь, но ведь смотрите, какие большие плоды это всё приносит. Вообще люди вас реально чему-то учат, они вас стимулируют. Вам в одиночестве, наверное, не всегда стоит быть. Почему? Потому что, да, в одиночестве мы тоже развиваемся, в одиночестве мы тоже духовно растём, но иногда свежая кровь, как говорится, свежие мясо, свежие мозги очень нужны. Почему? Потому что ты заставишься. Вот даже если ты один, да, иногда твоё развитие заставится, даже при том, при всём, что ты интернет там смотришь и всё. Но даже если у тебя есть любимый человек, вы вдвоём даже вот иногда закрываете свой мир, и там сидите, понимаете, вот там вы и сидите в этом мире. А этого мало иногда для того, чтобы там, допустим, зарабатывать хорошие деньги, выстраивать команду там, да, и вам нужны свежие люди, свежие идеи, свежее обучение, общение с кем-то. И вот именно это у вас и пойдёт в скором времени общения, неожиданное общение, развитие вот такое, да. И иногда даже вот какие-то мимолетные встречи, общение там, да, там за чашкой кофе и всё такое очень сильно стимулируют, очень активизируют. Иногда какой-то ролик в Ютубе, там в интернете, да, на каналы, там темы, которые ты вообще никогда не заходил, но это свежая информация, вот которая тебе реально нужна. Вот просто раз и стимулирует, и всё раз, и всё разворачивается вообще иначе. Но я вижу, что и в любви вам будет вести, и с имуществом, да, и с деньгами. И я вижу, что вы очень многое можете сделать ещё, и быть в реальном, ну, в будущем не просто победителем по жизни, а именно успешным человеком. И, да, любую конкуренцию вы одолеете на раз. Вот. У вас очень большой потенциал. Очень большой. Вот такая вот вторая позиция. А мы идём дальше. Позиция номер три. Итак. Вы сегодня, вы королева кубков. Замечательная карта. Вы как будто бы человек либо любящий, либо нуждающийся в любви. Очень красивый человек. Приятный, привлекательный, интересный, нежный и заботливый, да, тонкий психолог. И вообще, если вы женщина особенно, у вас очень большие, экстрасенсорные способности. Может быть, вы ведьма прирождённая, может быть, просто экстрасенс, целитель. Но эта карта прекрасна. Она прекрасна. Там очень сильная интуиция сразу же, да, чувствительность, такая эмпатия, общение с духами. Тут же, возможно, знание психологии. Тут же вы как природный целитель выступаете. И, соответственно, вы обожаете общение, обожаете всех людей. Иногда, да, хочется побыть в одиночестве, чтобы набраться сил, энергии или там подумать о чём-то. Но на самом деле вы человек-альтруист. Вот реально. На сегодняшний день вы альтруист. И ещё. Королева кубков иногда бывает обращается к тёмной магии, к тёмной энергии. Но это, по сути, не её. Хотя омут, да, омут тёмный, чёрный, вообще чёрный цвет, это цвет воды. И, соответственно, да, иногда мы провалимся в этот омут, в Марианскую впадину или в разные другие моменты, где на самом дне находимся. Но при этом я вам так скажу, что это не совсем тот путь. Вот реально тёмная энергия для таких людей это не то, потому что может родиться такое чёрное истинное зло, которого в других даже моментах и в других стихиях не рождается. И, соответственно, моё мнение, что вам всегда нужно смотреть в светлую сторону. Вот я надеюсь, что вы к тёмной стороне не обратились. Обратились к светлой стороне и несёте свет и любовь в этот мир. И да, действительно, у вас есть свои тайны, да, действительно, у вас есть такая загадка, как люди очень сильно притягиваются на вас. У вас есть магнетизм такой природный. И, конечно, это лучше использовать только в благих целях такую вот энергию. Но человек очень интересный и гармоничный, скорее всего. Да, у вас, конечно, есть тоже свои тайны. Говорят как бы всплески подсознания и может быть свои переживания, это всё понятно, но на самом деле вы очень интересны. Давайте посмотрим, что произойдёт неожиданно в вашей жизни в скором времени. И здесь мы видим Пажа Мечей. Паж Мечей показывает, что скоро вам напишут сообщение или вы будете с кем-то общаться на очень интересные темы, но, скорее всего, вам расскажут как бы новости или вы получите новость от того, от кого вы очень сильно её ждёте, получите нужную вам информацию в скором времени. Но также эта карта показывает иногда моменты обучения, новых знаний, получение новых знаний и знакомство. Знакомство с человеком очень интеллектуально развитым, интересным, вам в чём-то противоположным, потому что вы совершенно не похожи, но вам это и будет интересно с этим человеком. Также карта показывает, что может быть напишет тот, кто давно не писал, и это вас очень удивит, то есть что неожиданно именно произойдёт, то, что вы даже уже перестали может ждать от этого человека письма или новости. Он может пропал куда-то там, но вот этот человек появляется. И мы видим здесь карту правосудия, вы сразу же скажете, что так и должно произойти по справедливости, чтобы этот человек появился, или чтобы произошло это знакомство, или получили хорошие вот эти новости, или вообще интересные там новости и сообщения, общения, что так и должно быть по сути, по совести, по правде, по судьбе, вы так считаете, по карме, что у кармы всегда есть какая-то отдача и ответ. И вы знаете, как действует судьба, и то, что вы уже перестали ждать, это не повод того, что это никогда бы вы не дождались, допустим, чего-то там. и также восстанавливается в каком-то плане равновесие, вы скажете. Наконец-то, правда, достигнуто, я получаю удовлетворение, вот так вы скажете. Дальше мы видим тройку Пентакли, она показывает совместную командную работу, после этого вы перейдёте действительно к тому, чтобы с кем-то вместе что-то делать или чему-то обучаться, повышать, может быть, своё мастерство, но плюс у вас придут деньги, но именно потому, что вы достигли в каком-то вопросе полного равновесия и справедливости, понимаете. И вы уже будете чувствовать себя иначе и можете спокойно сочетаться с другими людьми. Дальше мы видим Луну. Луна показывает, знаете, различные мистические события, которые будут происходить в вашей жизни, как будто бы это вам будет казаться, это не должно было произойти или не могло произойти физически никак, но это произошло, и вы будете очень удивлены чему-то, также Луна показывает неожиданные ночные свидания и разговоры, телефонные звонки по ночам с известиями, и мы видим здесь туз кубков, вам будут признаваться в чувствах и выворачивать перед вами душу, чего вы совершенно точно не ожидали, перед вами начнут выворачивать душу. Вот, кстати, туз кубков, он вообще такая карта, показывает, что эмоции вышли наружу, а их кто-то прятал, понимаете, их именно прятали. Белый голубь прилетает, благая весть, да, но сам факт, что эта карта всегда говорит о том, что кто-то долгое время внутри носил эти эмоции, почему они выплеснулись, почему? Ну, потому что их носили внутри, их прятали, и вот кто-то прятал эмоции по отношению к вам, понимаете, долгое время прятал, и, естественно, это должно было случиться, но вы это не знали, и вы, наоборот, это будете воспринимать так, что это не могло случиться, не могло, а почему это случилось, я не знаю, вот так вы будете говорить, но это на самом деле должно было случиться. Так, дальше мы видим карту суд, это должно было по карме случиться, вот я об этом и говорю, но эта карта показывает перерождение каких-то взаимоотношений в вашей жизни, полная трансформация, да, и шанс, шанс на восстановление, возрождение, исцеление, и мы видим четверку жезлов, люди здесь взялись за руки. Во-первых, грядёт какой-то праздник, во-вторых, может быть, идёт момент празднования чего-то, да, но именно как будто празднование в обществе, или празднование свадьбы, или празднование вашего объединения с человеком, да, с человеком, с которым вы даже и не думали объединяться до этого, а для вас это неожиданность. Так, давайте смотреть ещё, тут у нас королева жезлов. Дальше вы общаетесь с какой-то женщиной, и она абсолютно новая в вашей жизни, либо эта женщина с ребёнком, и идёт момент восьмёрки мечей, она идёт к вам с проблемами, она говорит, спаси меня. Почему она говорит, спаси меня, да, потому что вам, видимо, какой-то нужно ей отдать долг из прошлых жизней, и женщина с ребёнком, или женщина новая в вашей жизни будет просить помощи, обязательно помогите. Обязательно. Тем вы снимите с себя часть негативной кармы, да, и видите, потом у вас идёт ещё и император появляется. Ага, с тринадцатым арканом, человек, который может всё изменить, с ног на голову прям перевернуть. Ага, он с императрицей, скорее всего, женатый человек перевернёт всё с ног на голову, идёт момент борьбы, борьбы, так, и, ага, идёт момент исцеления сердца через этого человека и через борьбу. Исцеление сердца связано с королём мечей, понимаете, как, из прошлого. Вот смотрите, почему император всё переворачивает с ног на голову, потому что это было нужно, чтобы исцелить сердце из-за короля из прошлого. Император женатый, то есть это не говорит о любовных отношениях, у вас свои любовные отношения, в тот момент будут уже другие, да, но сам факт, возможно, этот женатый человек что-то поднимает в вас, какие-то эмоции, чувства, его история, может быть, его пример в каком-то смысле, да, видите, потом у вас вообще всё кардинально переворачивается, и жизнь вообще летит куда-то стремительно, очень много будет неожиданных событий, вот, королева мечей показывает, что у вас есть тяжёлая карма с какой-то женщиной, которая, скорее всего, связана с королём мечей, и вы эту карму аннулируете, и, возможно, у вас потом после этого будет переезд, глобальный прям переезд, в другое место вообще вот уезжаете, будете жить со своим любимым человеком, то есть, понимаете, все события настроены на то, чтобы вас исцелить, чтобы всё переменить, вообще вашей жизни, и люди, которые приходят в вашу жизнь, они действительно влияют на вас, но в том, чтобы положительно изменить вашу жизнь, хотя иногда вы этого совершенно не понимаете, совершенно, то есть, сначала это непонятно, и ты не знаешь, что будет дальше, ну, такой интересный ответ по третьей позиции, всем спасибо за внимание, жду, что вы продолжите смотреть мой канал, ставьте лайк этому видео, я благодарю всех за донаты, и приветствую донаты, потому что вы знаете, что вы помогаете каналу и моему отцу, я очень всех благодарю, кланяюсь в ноги за то, что вы помогаете, вот, и также помогите, пожалуйста, длиной просмотра и репостом, потому что это очень нужно каналу, всем пока, и до новых встреч, до новых встреч, Продолжение следует...